По оценке главы МИДа Эстонии, консультации по вопросам пограничных договоров были, вероятно, наиболее открытыми международными переговорами, в которых отечественным дипломатам когда-либо приходилось принимать участие. Ведь возврат к данной тематике после семилетнего перерыва произошел в сентябре прошлого года по инициативе сразу всех парламентских фракций. И с тех пор каждый шаг сторон детально освещался в прессе, и Россия в лице представителей Совета Федерации Госдумы, и Эстония, кустами членов комиссии Риги и Когу по иностранным делам, всячески демонстрировали готовность к компромиссу. Как оказалось, чтобы договоры о границе наконец устраивали оба государства, нужны всего лишь две фразы. Одна о том, что договор носит лишь технический характер, этот пункт внесла Эстония, а строчки об отсутствии территориальных претензий были добавлены по требованию российской стороны. Консультации между МИДами, между эстонскими и российскими МИДами закончились в этом плане, что есть действительно текст проекта о договорах о границе, и теперь начались внутрикосударственные процедуры, так как в Эстонии, так как и в России. И что касается Эстонии, то текст есть, и следующий шаг должен быть, что правительство должно тоже принять решение о том, что мы можем идти дальше и подписать эти договоры с Россией. Подписание договоров о границе важно для обеих стран с нескольких точек зрения. Во-первых, чтобы наконец приступить к проведению полноценной линии границы и ее обустройству. На данный момент между Эстонией и Россией формально лишь контрольная линия, и если в пунктах пропуска и рядом с ними инфраструктура еще соответствует международным требованиям, то, например, в лесах южнее Чудского озера предстоит еще большая работа по преодолению прозрачности границы, которой все чаще пользуются контрабандисты и нелегалы. После внутригосударственных процедур по одобрению договоров правительственными структурами, которые продлятся несколько недель, документ поступит на ратификацию в парламенты. И вот тут, пометуя историю с преамбулой, могут случиться сюрпризы. Их ждут прежде всего от представителей младшего коалиционного партнера партии Союза Отечества и Республика, многие из которых не раз заявляли о неприемлемости технического подхода к столь важному для суверенитета государства документу. Этот процесс начался в октябре прошлого года, когда все фракции, в том числе и ИРЛ, ясно сказал, делал предложение правительству, чтобы начинать новые консультации с Россией. В течение этого процесса мы очень прямо и активно работали вместе с комитетом внешней политики парламента, где участвуют все партии в Риге, Гогу, с парламента. И тоже два дня назад комиссия приняла решение, что они тоже довольны с результатами этих консультаций, в том числе и участвовали представители ИРЛ. Нельзя забывать и тот факт, что отсутствие у Эстонии и России договора о границе препятствует планам по введению безвизового обмена между Европейским Союзом и Российской Федерацией. И вообще Брюссель наверняка не устраивает тот факт, что кусочек западных границ Содружество представляет собой лишь некую пунктирную контрольную линию. Лишь после ратификации и вступления в силу договоров о границе можно будет сформировать демаркационную комиссию, которая займется прокладкой линии границы непосредственно на местности. Как подчеркнул Урмас Пайд, положительное решение проблемы границы с Россией является вкладом в будущую безопасность республики и в развитие крепких добрососедских отношений, основанных на принципах международного права и добрых традиций. Дмитрий Кукушкин, Титкарк, Первый Балтийский канал.